Ситуация, когда выдавники не могли снасти покупников на возводимое жилье, застается в минулом. Сегодня только у Гомеля квартиры пропонуют как минимум пять специализованных предприемств и на судность заказов никто не скарзится. Иншая справа, что для того, как выдавить конкуренцию, выдавникам приходится постоянно приобретать якость и скарзать термины работ. За одночасовым снижением кошту жилья, когда еще годов семь тому, один квадратный метр у Гомеля-Каштава в коле 800, а у некоторых домах и до 900 долларов у эквивалентности, зараз это лишь бы снизился прикладно на 20%. Экономить на квартире, наверное, это было бы неправильно, потому что разница между двухкомнатной и трехкомнатной квартирой в действительности в пересчете квадратных метров не очень существенна. Конечно же, всем хотелось бы жить в более просторной, светлой квартире, поэтому повторюсь еще раз, для каждого человека здесь индивидуальный подход. Двухкомнатная для трехкомнатной это в приоритете выбирает покупатель. Снижение цен на жилье и большая доступность банковских кредитов приведет до повышения покупательской сдольности и, как следствие, на вот певной конкуренции сирот населенства у новом доме по улице Мазурова, сдача якого запланована на этот месяц, все квартиры были продадены всего за четыре годины. Это, саправдый, сучасное жилье. Для створения больше беспечных умов для проживания тут, на вот, предуглежена система видоназирания, смягчимостью проглядыв записов любым же хором на властном телефоне и компьютере. В осень, саправдный попыт, не поспели люди заселиться и остатковать на василе, як на стенах уже объявы, куплю двухпокайовую квартиру в вашем доме и кошт, дарычи, вельми привалды. Як чекается, сегодняшний план будовництва жилья будет 391 тысячу квадратных метров. На Гомичине будет перевыканано недель на 14 процентов. Это даёт подставу указать об максимуме нарушивания магодных сил и в наступном годе. При достатково значной колькости пропонуемых архитектурно-планировочных расшиньев, царот опочных новинок, дамы с так зваными вентилеванными фасадами, які надают будинкам особливую прагажусь и створают у квартирых повышенный комфорт. Вентилеванный фасад представляет собой трёхслойную конструкцию, несущую часть стены, утеплитель и декоративную часть. Между декоративной частью и утеплителем находится воздушный зазор, который позволяет его прослушивать, а также слушать дополнительные термоизоляции.